В доме музея семьи Бубновых открылась выставка «Китайский дракон, индийский слон, японский журавль». Эта экспозиция восточных раритетов подготовлена в рамках юбилейного проекта, посвященного вековому юбилею Музея промышленности и искусства. Дмитрий Бурылин всегда интересовался культурой Китая, Японии, Индии и на протяжении многих лет собирал национальные предметы быта. Несмотря на мечту, коллекционер так и не побывал ни в одной из этих стран, но те экспонаты, которые он приобрел, очень ценны. Номизматическая коллекция монет Китая, Японии, Индии является уникальной. Ее можно поставить в один ряд с собранием в Государственном историческом музее, Музее изобразительных искусств имени Пушкина, но подобных экспонатов нет даже в Эрмитаже. Посетители музея смогут познакомиться с первыми китайскими монетами. Самые редкие из них – монета мотыга и монета нож. Интересны бумажные денежные знаки Древнего Китая и банковские билеты XX века с изображением драконов и журавлей, а также связки монет. Они были круглыми, с квадратным отверстием внутри. Считалось, что круглое небо покрывает квадратную землю. Еще особенностью этой монеты китайской является то, что на них не было изображения императоров. Мало того, было запрещено еще и его имя на монетах изображать. Были на них только девизы правления, которые были очень интересные. Например, такие благожелательные, высшего наслаждения были такие периоды и так далее. Изюминкой восточной коллекции Буррельна также являются китайские благожелательные амулеты. Они были у каждого китайца. Их дарили по разным поводам. Амулеты должны были защищать жилище, приносить счастье и богатство их обладателям. Самый интересный амулет украшен двумя драконами, играющими с жемчужиной. Символизировал силу и могущество.